ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Успешно пройденный техосмотр и действующая диагностическая карта вовсе не гарантирует водителю, что сотрудники ГИБДД не могут проверить техническое состояние автомобиля. Правда, для этого нужны веские основания. К ним, по словам замруководителя ГИБДД Владимира Кузина, относятся, к примеру, отсутствие нескольких колесных болтов, течь тормозной жидкости или отвалившийся кардан. Ранее госавтоинспекция обещала лояльнее относиться к автовладельцам, которые, несмотря на отмену обязательного техосмотра, будут проходить его в добровольном порядке. Ну, чисто для интереса. ТРАССА СТО ОДИН В Москве на автомобилях такси начали тестировать систему контроля за состоянием водителя. Электроника с помощью камер в объектив якобы не попадают лица пассажиров, следит за лицом извозчика, определяя, устал ли он, спокоен или агрессивен. Также аппаратура реагирует на моменты, когда таксист закурил или начал разговаривать по телефону. Что еще немаловажно, система фиксирует его манеру вождения. Все эти данные стекаются в таксопарк. Таксисты со странностями получат нагоняй. ТРАССА СТО ОДИН В этом году в нашей стране может возобновиться официальная продажа автомобилей Opel Astra в кузове хэтчбэк. Модель покинула Россию из-за низкого спроса в 2015 году. Сколько она будет стоить, пока неизвестно. В Германии за Astra последнего поколения просят минимум 22,5 тысячи евро, что по нынешнему курсу равно двум с небольшим миллионом рублей. Линейка моторов будет состоять из бензиновых турбированных агрегатов. Добавлю, сейчас Opel представлена в нашей стране шестью моделями. ТРАССА СТО ОДИН А еще одна новинка доберется до России ближе к осени нынешнего года. Это семиместный внедорожник Jeep Grand Cherokee L нового поколения. Машина большая и дорогая. Стоить она будет уж никак не меньше обычного Grand Cherokee, который сейчас можно приобрести минимум за 5 миллионов рублей. Базовым мотором станет почти что 4-литровый бензиновый агрегат мощностью 290 лошадей. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат. Адаптивная подвеска позволяет увеличивать дорожный просвет почти до 30 сантиметров. В автомобиле присутствуют десятки электронных систем, включая функцию ночного видения. ТРАССА СТО ОДИН Необычное наказание придумали для нетрезвых водителей на Тайване. Их обязали в течение определенного времени трудиться уборщиками в местных моргах и крематориях. Такой шоковой терапии подвергли уже с десяток нарушителей. Нервишки у них зашалили не по-детски. Один из любителей пьяных покатушек признался, что после созерцания тел умерших он больше никогда не будет принимать на грудь перед поездкой. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН